Привет! Меня зовут Эд. И сегодня я продолжаю свою обширную серию видеорецептов по уходу за областью шеи и декольте. Все мы знаем, что это одна из самых уязвимых областей. После 40 лет с лицом можно сделать что угодно. И можно помолодеть на 10 лет. Именно на лице. С шеей и с областью декольте это будет сделать очень трудно. Если вы изначально запустили эту область своего тела и не ухаживали за ней, то после 40 лет будет очень-очень трудно все восстановить. Поэтому, пожалуйста, начиная уже с 25 лет, постоянно работайте над этой областью. И помогайте ей затормаживать процессы старения и увядания. Все ссылки на отснятые уже рецепты по данной тематике вы найдете под любым роликом из данной серии. А рецептик на сегодня такой. Продолжаем работать с нашей дрожжевой основой. Как всегда берем дрожжи брикетные, желательно брикетные. Также мы будем для нашей основы использовать мед и подогретое молоко. Берем одну столовую ложку дрожжей. Немного готовим теплого, хорошо, теплого практически на пределе теплоты молочка. Также готовим одну столовую ложку растопленного меда. Берем одну столовую ложку дрожжей, дробим их и засыпаем в пиалу. Заливаем теплым молочком, только не спешите. Готовим такую себе густенькую сметану из нашего состава. Потом добавляем меда, одну десертную или одну столовую ложку. Можете от десертной двигаться потом уже к столовой. И еще раз все перемешиваем. Смотрите, чтобы наш раствор в итоге был теплый. Но не сильно теплый, так приятно теплый. Все, окутываем нашу пиалу полотенцем. Махровым полотенцем и ставим на 40 минут дозревать и набухать. В это время мы берем и готовим нашу шею и область декольте к процедуре. Берем очищающее наши средства, очищающее молочко, специальные лосьоны, другие различные средства. И хорошо, непосредственно перед процедурой, очищаем данную область. От пыли, от наслоений тонкого жира, который мы даже и не видим. В общем, хорошо очищаем. После того, как вы очистили, берем горячее полотенце, берем махровое полотенце, мочим его. Мочить надо только в фильтрованной воде. То есть, что под краном не надо ее брать. Вода должна быть фильтрованная и желательно фильтрованная промышленным путем. Это самая лучшая вода, чтобы в ней не было неприятных солей, тяжелых солей, кальция и так далее, мертвых. Берем полотенце маленькое махровое, мочим в горячей воде. И после того, как мы почистили, быстро прикладываем на 5-7 минут наше полотенце. Максимум 10 минут. После этого снимаем полотенце, быстро протираем кожу, чтобы она была обязательно сухенькая. И готовим нашу массу к нанесению. И теперь используем еще следующий секретный ингредиент. Это желток куриного домашнего яйца. Уже в самом конце, перед нанесением, подготовленный уже желток добавляем в нашу массу. Хорошо все перемешиваем и тепленькую массу наносим на нашу шейку и область декольте. Лежим 15 минут. В это время уже почти тут все высохнет. И потом смываем. Смываем контрастной водичкой. Начинаем с теплой водички. Берем две большие пиалы. Заливаем теплую фильтрованную водичку и такую же холодную фильтрованную водичку. Быстро начинаем смывать теплой водичкой. Полминутки потом. Полминутки отдыхаем. Дальше холодная водичка. Полминутки отдыхаем. Опять теплая водичка. Такой себе контрастный душик. Отдыхаем. И заканчиваем холодной водичкой. После этого 30-40 минут просто сидим, ничего не вытираем, все хорошо сохнет И после этого через 40 минут, как я и сказал, наносим свой любимый питательный крем Можно использовать специализированные крема Можно использовать также свой любимый крем для лица и для этой области Его также можно использовать Данную процедуру можно делать, если вы чередуете различные процедуры Можно делать один раз в неделю очень долгое время Где-то 4 месяца можно делать Конечно же, меняйте сорта меда, используйте разные И используйте различные масла базовые, о которых я уже рассказываю в третьем видео И также вот сегодня был чудесный рецепт с добавлением еще желтка домашнего куриного яйца Спасибо за внимание, будьте красивы, будьте здоровы С вами сегодня был Эд, до встречи на моем канале завтра и пока Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы Отвечу каждому До встречи на моем канале Всем удачи и мир вашему дому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok